всем привет сегодня обзором столе авторский комикс ольга лаврентьева своя атлантида издательство альпака серия вышла в рамках импринта я так понимаю наверное правильно назвать издательство rus беди вроде бы как правильно так это читается где выходят авторские русские комиксы что принципе очень классный поощрительно особенно виду текущих мировых событий своей атлантида мне кажется самый толстая книга ольги во всем случае судя по восприятию читать было местами сложновато потому что как только любит букв много до местами хоть ездить такие пустые страницы вот но комикс максимально того стоит сюжетно здесь тут две как бы линия одна такая сюрреалистичная линия про главного героя такой анахронизм до такого гусара скажем так вот и линия непосредственно реальных событий по воспоминаниям ольги по воспоминаниям ее семьи было которая помогала и составить здесь как бы да вот эту этот комикс как бы по коллективным воспоминаниям до золотовые дырки в детских вспоминаниях ольги ключевые как бы события до посвящены истории корейского полушейка и идет из и финская война затрагивается и мировые войны и особенности скажем так это взросления ольги в 90-х и здесь стоит сказать конечно что работа также как комиксу будет больше себе и понятно и эмоционально доступно скажем тогда людям кому сейчас 30 плюс лет потому что на момент здесь таких жестких событий до связано с бандитизмом с мародерством с тем что вообще творилось в принципе в россии 90 на самом деле они только сейчас предпочитаю все это вспомнить и помните прикалываться по 90 всякие зумеры даст на именно ну то как реально людям жилось они музычку не костюмы и не кринж и крик в этом плане довольно не то чтобы жесткая но она реалистичная потому что я тоже это помню у нас с ольгой получается максимум год-полтора разницы выходит судя по тем датам которые записываются относительно его возраста но стоит заметить что как других работах ольги ей очень классно удается заинтересовать где непосредственным скажем так сеттингом да и событиями сами то есть метафоричная история до того вот главного персонажа да опять же такого максимально это литичного в плане хронологии того что с ним происходит да это как бы такая смесь 19 века двадцатого века она очень очень непонятная вообще никак нигде до самого конца и в самом конце ты понимаешь в чем весь этот прикол хотя ольга всю книгу к этому ведет и всю книгу постепенно дает понять как бы для чего это все делается самое интересное в этом комиксе даже не потрясающие рисунки ольга про которые уже много раз говорил и вообще считаю что принципе среди комиксистов которые непосредственно можно назвать русскими да и авторскими комиксами это не те вот поделки попытки делать всяких про западных супергероев всю эту ерундистику попсовывать для детишек для меня лично покажет на данном этапе русский комикс это кишин лаврентьева но еще пара человек да это комикс у которых есть русский дух русская душа русская история и все такое это авторский комикс это максимально я бы сказал что это люди которые но делают вообще индустрию и принципе благодаря которому сказать что она у нас есть что есть русский комиксы таковой откинув все эти вот похвалы и прочее в сторону да я действительно восхищаюсь работой ольги в том числе и и лета рингом ее работе вообще с композицией и и умение вплетать сюрреалистичное и реалистичное вот это ну вообще для авторского комикса мне кажется самое офигенное что вообще может быть в данном же комиксе ольга сама себя произошла и здесь конечно есть совершенно крутые вещи в самом конце в том числе когда здесь идут так без спойлера до максимально покажу идут буквально такие разжевывание но при этом грамотная метафора о том почему книга собрана так что отличает как бы обычная авторская биографическое нытье которого я очень много читала благодаря которому меня вообще в целом теперь очень селективная подход к альтернативным комиксом вы видите что я меньше стал это и снимать и меньше это покупать и меньше про это рассказывать даже в душ на пятницу она стала реже выходить потому что я понял что таких работ как вот своя атлантида да и какие-то авторские глубокие комиксы и все меньше и меньше потому что большинство авторов просто пытаются использовать повестки используя какие-то личные скажем так триггеры да и популярные темы для того чтобы рассказывать свои унылые скучные отстойные биографии и ольга как раз таки это тоже комментирует в книге и тут я просто офигел потому что это очень здорово что ольга сама пытается как бы комментировать то как она делала комикс почему он по сути долго делался да какие были с ним проблемы и чего она пыталась избежать и я скажу сразу как в мини спойлер да ей это удалось в конце книги идут дополнительные материалы помимо лимитированных обложек а очень прикольные фотографии такие скрины писем старых дневников ее отца фотографии из ее детства даже вот есть справка о сожженном доме с которого начинается по сути нарратив книги в общем очень интересное то потеряла хотелось бы даже немножко побольше их увидеть и я повторюсь главная фишка книги что ольга умудряется интересовать вас каким-то определенным местом действия то есть как происходило в 90 все вот в этом до какому-то отдельном регионе в отдельном городе и для отдельных людей и при этом все происходит вокруг дома вокруг участка который благодаря опять же усилием ольги и семьи скажем так на наших глазах переживая да именно само место очень сильные такие изменения буквально идет история длиной я не знаю там вел век полтора через газеты через research да будем так говорить через следование всей этой темы того кому дом принадлежал и так далее и но это очень очень большой авторский талант умудриться так людей заинтересовать ну и я опять же повторюсь до работа с композициями работа с просто с постановкой кадра работа с переходами между двумя экспозициями нарративными именно такие просто вот максимальные эксперименты в графику и прочее но книга просто монументальная вообще огромная и и только надо читать и впитывать единственно как бы ее не то чтобы минус но что я могу понять до людей которые боятся дочитать она довольно тяжелая объемная как бы я приводить заход такую книгу сейчас не могу по ряду причин осилить на просто нет столько времени садиться читать глубокую книгу за один заход с другой стороны в принципе если читать часах часа за полтора-два на кайфе да на спокойном чтении можно ее прочитать но книга такая красивая что она я читал ее дольше я очень сильно смотрелся в графику вот очень многое хотелось себе скоток заскринить потом покопировать или просто подумать до графических приемах ну и тогда и тому подобное из книга при всей интересности при биографии что казалось бы должно быть скучным является еще и очень красивым художественным произведением и в первую очередь что для меня очень классно в комиксах очень академично с точки зрения графики в общем я максимально всем рекомендую одна из самых интересных книжек что я в этом году прочитал вот один самых интересных русских комиксов что я читал он очень самобытный опять же он он буквально русский и это очень классно это очень радует потому что это очень для нашего рынка свежо даже сейчас тысячи вас третьим и такое найти очень очень тяжело на этом наверно все спасибо за смотрели и до новых встреч у нас